Девушки отдыхают Диляра и Михаил Элла предупреждает, что она человек настроения, познакомится с мужчиной, который ценит жизнь и готов радоваться каждому дню вместе с ней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие ведущие, я приготовила своими руками выпечку и хотела бы очень, чтобы вы разделили. Чтобы сама оставалась худой, а мы вдруг, не дай бог, не похудели. Я тоже попробовала сегодня кусочек. Они пирожные, какие, наверное, вкусные. Да, на треке? Ай. Эллочка, вы хотите сняться в драматическом фильме, в драматической роли? А вы актриса? Нет, я не актриса, но в качестве хобби я бы очень хотела попробовать себя в этой роли, потому что... А может, для сначала в качестве хобби закончить театральный институт? У меня была такая мысль. Просто сейчас на моем пути стоят очень важные задачи. Прежде всего, я хочу поступить в Сорбон, это моя главная цель. После окончания вуза, я считаю, что я учусь в педагогическом вузе. Мне кажется, лингвистикой лучше заниматься, нежели актерством. Вы познакомились на отдыхе с молодым человеком. Он был вдвое старше вас, вас это не смутило. Расскажите. Я поехала на отдых со своей семьей. На тот момент я состояла в очень тяжелых для меня отношениях. Они были тяжелые эмоционально. Сколько вам было лет? 19 лет. Это было два года назад. Когда еще пострадает-то в 19 лет? Да, я поехала просто для того, чтобы развеяться. И вы там познакомились с продюсером? Да, он как раз из этой среды. И мы с ним познакомились очень. Это была очень комичная ситуация, потому что он подошел со своей съемочной группы и начал задавать всякие каверзные вопросы. И соблазнять вас этими вопросами? Ну, не то что соблазнять, я просто... А можно парочку вопросов озвучить? Ну, знаете, они были достаточно откровенные, прямолинейные. Как давно у вас был секс в последний раз? Да. Что вы говорите? Я угадала. Я считаю то, что у девушки просто на тот момент не было опыта, как бы, и я думаю, Юр, все-таки то, что... Ну, нужно было понимать, что к чему придет, к чему это приведет. Я за этой маской цинизма и такой грубости увидела родную душу. Открой секрет, это не было цинизмом. Это была его привычная форма общения, это была его суть. Ну, зацепил. Да. Почему-то хамы всегда зацепляют. Хорошим девушкам всегда плохое попадается. А что зацепил? Может быть, вот этот антураж в виде микрофона, на вытянутой руке камеры, кинокамеры, и вот он таким гоголем вокруг вас? Нет, совершенно нет. Я просто посмотрела в его глаза, и действительно, я увидела родную душу. А второй вопрос? Ну, еще парочку. Второй вопрос... Там даже уже были потом не вопросы, он... А предложение? Нет, он просто сказал, что ради такой девушки начинались войны, будут начинаться. И... Да не важно, что он говорил, просто я влюбилась в него сразу, я его полюбила по-настоящему. За что? Наверное, это было... Я полюбила его душу. Элочка, детка, ну где вы ее рассмотрели? Какую душу у хама? Ну, какую душу у хама? У мужчины как можно душу любить? О чем речь? Не, ну можно, но если он хам, то о какой душе это может быть? Ладно, полюбили и полюбили. Ну что там море, мужчины. Да, конечно, для меня моя мамочка, это прежде всего мой самый лучший, виллый друг старче. Сказал, иди, Элка. Иди. Мама у меня... Вот его с ровесником был, мамы. Да, наверняка. Ну да, он старше моей мамы на год. Старше мамы на год. Мама всегда за мое счастье, и она видела, насколько я была счастлива в тот момент, поэтому она не препятствовала моему общению с этим человеком. Ну хорошо, и вот закончились ваши там экзерсисы на пляже. Вы вернули... Вы москвичка? Да. И он тоже? Нет. Конечно, нет. Я даже не сомневалась, так просто задала вопрос. А он откуда? Вы знаете, сейчас не подскажу, я уже не помню. Где его база была? Жена, как позднее выяснилось. Где его чемодан с трусами был? Я об этом ничего не знаю. А зачем? А вы с ним встречались вот только там на море, или у вас продолжались отношения? Потом продолжались отношения, или в Москве. В каком городе? В Москве? В Москве. А где вы встречались? У вас у маменьки, или у него... И у меня встречались, и также к его друзьям ездили. А у него была квартира? Я вообще ничего не знаю про его женщину. Может, какой-то бандит. Доверчиво слишком вещь? Доверчиво. Еще не успела, как следует, обжечься. Когда и как выяснилось, что он женат, и у него дети? Через три месяца я спросила у него, что происходит, потому что я стала замечать, что отношения могли развиваться... То есть когда вы его вновь спросили, это жена там сказала, о вкус, детка, а как ты думала? Да, он мне ответил, что у него есть семья, для меня это было... Более детей? Да, для меня это было большим потрясением, мне было очень больно. Она неправильно делала? Неправильно делала. Она должна была сразу сказать чаю. Она понравилась его. Ей понравился он, и что делать, а семью рушу. Какие выводы сделали? Выводы сделаны серьезные, по поводу того, что... Конечно, я буду всегда спрашивать по поводу семейного положения. Также просто пожестче отбирать людей в свою жизнь, и не впускать их как в дешевый мотель, а для каждого человека оставлять достойное место. Ну, конечно, ну, конечно, берегите себя, Эллочка. А я правильно поняла? Вот вы с мамой живете, тогда жениха нам надо с квартиры, наверное, искать. Вы знаете, я считаю, что мужчина должен привезти женщину к себе в дом. Я бы хотела прийти к мужчине в дом. Ну, съемная квартира или уже своя? Я не буду лукавить, я считаю, что жилье... Я хочу стабильности. Она думает, что мужчина должен ее привезти в дом. Ты как думаешь? Да, как всегда. Мужчина так может быть. Что плохого в том, что я хочу стабильности для себя, для своих будущих детей. Я хочу, чтобы они жили в спокойствии, в теплоте, в уюте, в комфорте. А Сарбона как же? Ну, пока я образование не закончила, но я думаю, что если появится мужчина до моего окончания... Нет, не так, Эллочка, вы смотрите, вам 21 год, вы должны определиться, и у вас все должно выстроиться вот в такую вот абсолютно стройную линию по пунктам. Что сначала образование, потом замужество, потом дети, либо наоборот, либо мы ваши иллюзии должны сейчас как-то развить. Если вы выходите замуж, у вас другие обязательства, и мужчине нужна женщина готовая. То есть уже либо образованная, либо ему на это абсолютно на все наплевать. Поэтому что? Пока я хочу доучиться. А кем будете работать? Вы педагог же, хорошая профессия. Да, я работаю. А почему дальше не идти по специальности? Вам образование дают, а вы про Сарбон какую-то говорите. В школу, значит, должны идти, детишек учить. А вы куда? Вы пойдете в школу после образования? Нет, она будет сниматься в драматическом фильме. А сама она что даст мужу, если она хочет актерскую карьеру? Домашний уют, там, я не знаю, детей, как она собирается это все делать? Вы знаете, съемки в фильмах для меня не самые главные. Для меня просто будет главное быть счастливой женой, женщиной, матерью. То есть брак первично? Да, для меня это очень важно. Я хочу счастливую семью, хочу быть счастливой женой. Диляра, скажите, ваша юная подруга не спешит под венец? Она готова. А как вы поняли, что она готова? Ой, ну... У меня ощущение, что она давно маме жмет карман. И что мама очень давно хочет Эллочку передать в какие-то чужие руки. Ей помогает мама деньгами, похоже. Мама ей дает деньги, чтобы жить. Ей? Ей, ну, мама. Мама помогает она? Ей, да, она маленькая еще. И поэтому мама хочет, чтобы она быстро вышла замуж. Быстрее. Понимаю. Мы здесь не видим четкости цели у Эллы. Декларируется одно, на деле получается совершенно другое. От этого диссонанса напряжены мы все сейчас. Ну, она очень хочет все равно. Ну, я вот хотел бы сказать, что просто из-за того, что у нее стремление к взрослым, да, вот так же, как и друзья у нее взрослые, она пытается стать быстрее взрослой и как бы хочет попробовать себя в этой роли. Да. Но, как говорится, пока она камни не набьет сама своим лбом, она не поймет ничего. Потому что мама не должна быть дочкой, подругой. Мама должна оставаться мамой. Мамой другом, но мамой. Понимаете? А сегодня, когда мама в погоне за молодостью носит с дочкой, меняется одежды и хвалится всем, что у нее даже размер поменьше будет, ведет себя как подросток, это смешно. Поэтому девочки, у девочек происходит раздвоение, они дезориентированы. Они понимают, мама, за которую хочется вот так взяться, прислониться, прижаться, за помощью, мама говорит, да ладно, не парься, твои проблемы решены. Ну, это не совсем так все происходит. Ну, не совсем так, естественно, не совсем, ни слова в слово, но... У меня мама очень сильный человек, я очень уважаю ее. А замужем? Сила. Нет. Ну, вот, маме свои проблемы надо решать, собственно говоря. Мама не хочет, наверное, чтобы она там про любовь думала. Любовь? Главное, деньги. Нет, ну, похоже, непонятно. И что это? У тебя нравится такая тетя? Ну, это нет. Правда, это не важно. Хотите взрослого мужчину? Хочу любимого мужчину. Ну, он скольки лет будете рассматривать? Ну, от 25. И до? До 35. Бесконечности. Хорошо. Я, например, считаю, что вам замуж не просто рано, а категорически. Либо вы вот такая прекрасная, красивая, у которой одно огромное достоинство. Это молодость. Выходите замуж за очень хорошего, порядочного, доброго мужчину, который возьмет все заботы о вас, а на себя. Не будет противным. Не будет. Потому что много очень женщин всю жизнь проживают без любви, в какой-то иллюзии, вполне себе счастливы. Потому что любовь, мне кажется, это как талант. Не все могут пережить это чувство. Что ж теперь, не жить и замуж не выходить. Поэтому я буду вам искать сегодня вот такого взрослого, надежного. Да. Элла, вы знаете, есть такое... Ну, у нас много недостатков, собственно говоря, которые мужчины терпят. Но вот один из недостатков мужчины не любят. Знаете, когда женщины постоянно требуют поддержки от мужчины, и моральной, и материальной, вы знаете, они очень быстро от этого устают. Ты будешь давать ей деньги, если что? Если она моя жена, может быть, конечно. Я согласна с Василисой с точки зрения того, что вы совершенно не понимаете, зачем. То есть, ну, как бы, знаете, вот как замуж выходили, и в наше время, кстати, вышли, и говорят, а там все хорошо будет. Ну, само собой, все образуется. Не образуется. Надо четко понимать. Сытая жизнь – это один мужчина. Веселая – это другой мужчина. Поэтому, вот, я, честно говоря, ну, вы и при данном особо-то не блещете, красота, правда, есть. В головушке туман. В головушке туман. Ну, чего ж так ее? Я бы, знаете, простого, хорошего, молодого человека, который сам немножечко не сориентирован. Вот, соединить бы вас. Ну, она красивая, может быть, умная, но... Она не интересна любовь. Она не интересна любовь. Ей не интересна любовь, но пока непонятно. Вы действительно человек достаточно, я не хочу сказать расчетливый, но вы знаете цену деньгам, я думаю, что вы мужчину будете выбирать с таким прицелом на то, что у него есть, или то, что за ним может стоять. Но при этом вы, к сожалению, рискуете просчитаться. Поэтому будьте осторожны и будьте, по крайней мере, внимательны. На самом деле, меркантильность и расчетливость – это тоже стиль жизни, это определенная стратегия проживания этой жизни, как бы мы к этому ни относились здесь сейчас. Если вы ее выбираете, тогда уж рассчитывайте верно. Вы за мужчиной ожидаете увидеть какой-то огромный мир, и что он как будто вам занавес откинет, и вас в этот мир пропустит? Ладно, чтобы он был внутренний богатый. Я могу сказать, дело не во внутреннем богатстве, умоляю вас, вам очень важно самой себя представлять мир другой. Даже если мужчина будет очень вам полезен или очень нужен, он очень будет соответствовать вашим представлениям, пожалуйста, не теряйте самоценности, потому что боюсь, что вы с вашими показателями, уже сейчас не буду терминами вас мучить, рискуете попасть к такому фантазеру, который мир будет создавать искусственно. Поэтому у вас должно быть что-то свое обязательно, свои интересы прежде всего. Очень скоро нашу невесту ждут три незабываемые встречи, и возможно, одна из них изменит ее судьбу не пропустить. В эфире «Давай поженивись» у нас в студии «Элла». Встречайте первого жениха удачи. Меня зовут Евгений, мне очень приятно видеть тебя на этой программе. Я надеюсь, что у нас с тобой будут самые, что ни на есть, теплые отношения. Привет, очень приятно познакомиться. Это всегда такой макетик. Шикарный макет. Выградаться от моей рубашки. Я обожаю цветы. Проходите. Какой-то весь открытый. Да! Загорелый. Загорелый почти как ты. Давайте вас посмотрим. Евгений, 21 год. Раньше был тренером по фитнесу, сейчас танцует в клубах. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, занимается тайским боксом, мечтает реализовать себя в любительском кикбоксинге. Предупреждает, что он очень принципиальный. Евгений влюбился в замужнюю девушку. После ее развода родители избранницы запретили с ним общаться и увезли ее в другую страну. Надеется, что семья Эллы не будет против их отношений. Ну, взгляд на фотографии такой сильный. Есть фотографии моего сына, где ему лет шесть. Он стоит в таких колготках, знаете, раньше были, в резиночку. Они такие приспущены на коленках, такие пузыри. И он с девочкой, и у него взгляд, как на рекламе джинсов, тоже такой. Ну, смотри, вот очень смешно. Ну, в 21 год можно и попижонить, ничего страшного. Ну, прямо франт, да? А что танцуете? Ну, ты глянь. Правильно. А я куковицы боюсь, прям так и сверкают, глаза прям слепит. Я когда-то занимался бальными танцами, изучал фламенко, потом совместил именно спорт и... А я б пиджачок бы сняла, да? Я обязательно для вас сделаю это. Слышь, вы как безотказные! Да, 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 вот, да. Ну, а что, и по-стариковски-то остается еще только поглазить. Ну, хорошо. Жень, а вы когда влюбились... Прибедняться, вы еще молодому поколению позже. Он у нас крайне купит себе, поэтому... Ладно, баба Роса. Не смущай. Но он уже такой какой-то потертый, потрепанный. Сразу показал все, что нужно. Ужас. Итак, вы влюбились в даму замужнюю. А были в курсе, что она не свободна? Конечно, изначально мне эта девушка очень понравилась. И когда я ее тренировал, я был фитнес-тренером в тот момент, и я подошел, и я сразу понял то, что у человека есть определенное воспитание, мораль, нравственность в отношениях. Для меня это очень важно. Она мне сказала, что она замужняя, и мы просто стали с ней общаться. Дружить? Да, дружить. И очень приятно было, на самом деле, с ней проводить время, независимо от того, что у нас было. И просто череда событий... А что у вас было? Сколько ей лет-то было? Она была на 5 лет старше меня. Угу. Меня всегда... И я думаю, что у вас протекло что-то, и она должна была в руль сантехникой. Нет, нет. Я должен был, по-моему, ехать в клуб, вот, и у меня запачкался, кажется, костюм. Она просто как бы отстирала его. Но он был тренер этой девушки. И сейчас он... Да, тренер. Сейчас он танцует стрип, не знаю, но похоже. И получилось так, что мы реально с ней сблизились. Она была именно тем человеком, которому я, скорее всего, мог открывать те вещи, которым я не мог... Ну, вы сблизились, послушайте, ну, Роз. А что, может, душа душевная? Ты видишь, он как стихотворение рассказывает. Душевная. Даже не мешает, а то собьется. Чисто стихотворение. Мы были именно с ней, вот, как душа за душу. То есть просто человеческое понимание. Вам было 18? Нет, мне было уже почти 20 лет. И вот она, влюбившись в вас, решила расстаться с мужем, да? Ну, получилось так, что просто конфликт, наверное, произошел какой-то. И, ну, вы как взрослые люди понимаете, что в тот момент, когда есть какой-то именно рядом человек, который тебе так же приятно... Нет, я как взрослый человек понимаю, что есть муж, а есть тренер по фитнесу. Поэтому, что же мешать, все одно с другим. Парень фитнесом занимается. У него внешность такая, девочки любят таких холеных. Ее увозят за границу. Как такое могло произойти? Ее не увозят за границу. Получается так, что она едет временно на отдых к родителям, справить Новый год. Она должна была вернуться, но получилось так, что она остается там. Ну, то есть она его не любила, раз она там осталась. Ну, по-прежнему, что ли? Ладно, 21 год можете пока фантазировать на тему собственной жизни. Вот сидит Элла, ваша ровесница, которая тоже так же, как и вы, ничего не понимает в жизни, но ей кажется, что понимает. Зачем вам жениться так рано? Что вы там забыли в браке? Я к отношениям очень отношусь, то есть педантично, если можно так сказать. И для меня очень важно посмотреть с человеком... А вы что, прям прожить хотите, да? Вот так, сожительство там, все это попробовать? Я человек, у меня есть определенные цели, немаленькие на жизнь, и у меня есть определенная планка. А живете вы в съемной? Я снимаю квартиру, да. А вот мы хотим с квартирой, вот как вас... Ну, я считаю, что я достаточно человек, который способен заработать на квартиру, не только обеспечить. Вы сидите, скучаете, рассматриваете свои ногти. Ни в коем случае не скучаю, я считаю, очень достойный молодой человек. А тут же квартиры нет. Это плохо. Всех когда-то ее нет, потом приобретают. Нет, ну вы же сказали, что вам нужна квартира. Моя основная деятельность, я учусь на финансистов в академии. Да, но уже забыла, что ей квартира нужна, как его увидела. А откуда вы приехали? Я с города Киев. Киев? Да. Вот, я учился с красным дипломом, окончил школу, и в тот момент я понял, что мне нужен именно жизненный опыт. Я был всегда в учебниках, был, то есть, в занятиях, там, музыки. Я понял, что... Подождите, что-то у меня тоже, вот у Ларисы и у меня как-то не состыковывается. Я знаю, сколько вот такое тело сделать. Это серьезно, на самом деле, работа. Он танцевал с детства. Я был раньше очень худым, на самом деле, и люди, которые меня сейчас... Чтобы накачать, Ларис, это знаешь, сколько железок надо? Где железки, где учебники? Это сила воли, это сила воли. То есть, в какой-то момент я совмещал, понимаете, я совмещал это все. Я думаю, чтобы вот не пытать его особенно, а вот прямо посмотреть, на что он способен, на тело, на это. Мне про вас понятно много. Ждайте посмотрим на сюрприз. Вы считаете, чтобы я погадал свою харизму? Мне очень приятно будет раскрыться сейчас перед вами и перед девушкой. А нам как будет приятно? Давай посмотрим. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и все, пока. Мне понравилось то, что он, учась в институте, да, плюс как бы он не просто там у мамы просит деньги на еду и так далее. Он сам как бы старается это зарабатывать и, соответственно, как-то себя обеспечивать. Жизненный человек. Мужская солидарность. Мне показалось, что он приятным молодым человеком. Ну, приятно, потому что он чистенький, хорошо пахнет, у него уложенная вот такая вот перечёсочка, автозагар. А что ещё? Что успели рассмотреть? Живость. У него в глазах много энергии, много активности. Это очень хорошо. Он этим зарабатывает. Если у него не будет живости в глазах, он не получится от клиенток денег. Роза? Ну, я уж не знаю, то невесте нужна квартира, то вроде как она уже и согласна и без квартиры. Вот как-то нет, тут надо принципиальность. Почему? Вот тогда всегда до результата дойдёте. Нужна квартира? Значит, будет с квартирой. Если вам не нужна, значит, будет без квартиры. Нет, такой, как Женя с квартирой и с деньгами, найдёт себе другую, точно не Элочку. Поэтому, конечно, он будет искать птицу другого полёта. А вас за собой тащить вы ещё со своими какими-то там выкрутасами. То вам подавая, не знаю, Оксфорд, то вам в кино сниматься. Ему не нужно. А если сюда зайдёт, выйдёшь? Ну, это весьма, Юрий, провокационный вопрос в вашей стране. Евгений всегда, даже когда закончит финансовый свой вуз или колледж, он не то, чтобы всегда будет заниматься именно тем, что он продемонстрировал на сцене, но он всегда будет хотеть внимания к себе, к своей персоне, в любой профессии. Точно так же и в семье. Он хочет оставаться центром внимания. И женщина должна это принять. Он сразу и безоговорочно должен быть вот этим пупом. Она должна реагировать на, выдавать какой-то эффект. Он должен видеть в её глазах, что он произвёл на неё настоящее впечатление, прямо ошеломляющее, потому что я считаю, что и сиренево-бирюзовая орхидея, и вот этот белый костюм, блестящие пуговицы, всё было направлено на это. И это не период в жизни. Это моё второе я. Это такая персона. Чистый огонь в гороскопе. Мы хотим быть центром вселенной. Если вы готовы реально видеть мужчину, который центр вселенной, независимо от того, сколько он денег получает и чем он их зарабатывает, тогда, пожалуйста, Евгений. Женщина умная. Знает, какие парни должны быть. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И не пропустите новое знакомство через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Элла. Встречайте второго жениха. Удачи! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ А не порталиканс? Да. Спасибо большое. Спасибо. 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 С кем вы? Подруга. Нина и сестра. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Эль Сотто. 28 лет. Руководитель танцевальной школы. Преподает латиноамериканские танцы. Занимается боксом и баскетболом. Любит пешие прогулки и современный кинематограф. Предупреждает, что он упрямый и вспыльчивый. Эль Сотто влюбился в кубинскую балерину, но через 4 года она бросила его ради другого мужчины. Надеется, что Элла ни на кого его не променяет. Страшно подумать. Вам 28 лет. Я 28 лет назад была на Кубе. Да? Вау, круто. Сынок. Вот так вот и получается. Приехал на программу мать-кукушка. Да, да, да. Да, дочка. Нет, дочка не похожа, а сынок похож. А, я, муж, похож? Да. Танцор, опять же, гены мамкины. Да, танцор, пьет, пою, артисты. Как шоумен. Вы шоумен. 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 И вот в той школе, где вы занимались, вы полюбили девушку-балерину. Да, был, есть девушка на Кубе. Мы встречали. И вместе 4 года. А потом она... Изменила вам? Да. Да, так сказал, с таким удовольствием. Как бы на Кубе измена. Это немножечко даже пикантность придает отношения. Она увеняет мое сердце. Я смотрю, но это ужас. Но вы простили. Потому что я люблю ее. Но потом я понял, она не любит меня, поэтому все сокращается. Я потом приеду здесь, в Москву, и все. А вы чем занимаетесь здесь? Я работаю здесь. А где вы работаете, кем? Я танцор. Тоже танцуете, да? Да, тоже, да. Она балерина. Сестра, она сестра. Эльсота, а вы где знакомитесь с девушками-то у нас? Я, ну, вечеринка может быть. На вклой иногда. На вклой. Школа тоже. А что ж, на сайтах знакомств не бываете? Нет. Интернет? Интернет я немножко. У меня есть много друзей, поэтому в интернете и много работы тоже. Эльсота. Да. Вот у нас, вот давай поженимся, свой сайт знакомств. Так что, если что, вот не сладится, друзьям одиноким своим передайте. Значит, Двое ТВ. Переведите, пожалуйста, чтобы он понял. Он понимает, я так понимаю. Двое ТВ. Поняли? Если женитесь на русской девушке, будете с ней здесь жить или увезете на Кубо? Если я найду девушку, женщину здесь, она как, ну, как она хочет, если можно прийти вместе на Кубо, у меня есть дом на Кубо. Есть? Да, есть дом на Кубо. И здесь я арендовал дом, ну, я увидел, но если она хочет... Вы живете с сестрой вместе? Пока да, пока да. Ясно. Как вам такая перспектива? Очень солнечный молодой человек. Угощайтесь, Эльсота. Да, о, спасибо. Как она быстренькая! От вас падает, чтобы диету соблюдать. Да ладно, я вот из жадности с Крестоматским. Как вы молодец. Спасибо, можно попробовать? Конечно. Угощайтесь. Спасибо, Альчук. Сейчас не спорим. На губе рис. Нет, а для вас важно, чтобы была жена хорошая хозяйка и умела готовить? Интересно, конечно. Девушка может делать так, но я тоже могу делать. Хорошо, а вы хотите традиционная кубинская семья, много детей. Я знаю, у вас случаются очень редко разводы. Как ты думаешь, подходит он ей? Ну, под цвету кожи точно нет. А вы хотите какую? Потому что Элла пока не понимает, чего она хочет от брака. Смотри. Например, когда есть любовь, может быть все. Все может быть. Мне кажется, здесь будут определенные сложности в такой паре. Ну, я с ничего не сказал. Ну, в описках мисталитет разный. Разное воспитание, разные... Хорошо, вот вы женитесь на Элле, а потом вам все это надоест, и уедете вы танцевать дальше на Кубу. Или куда-нибудь в другую страну. Узнаем мы вас, таких красавчиков. Может быть, у меня тоже научат танцевать. Ну, конечно, в браке это первая необходимость. Я преподобаю латинско-американский танец. А вы тройняшку хотите? У вас что, предрасположенность какая-нибудь родовая? Тройняшки? Да, может быть. О, вот она с тройняшками-то останется у нас. А, кстати, если первый раз не получится? Можно еще раз, попробую еще раз. А, ну понятно. Давайте попробуем хотя бы один раз посмотреть на ваш сюрприз. Да, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Она выше его. Выше? Выше тебя будет. Выше меня, я знаю. У нее каблуки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Эльсотс. Спасибо вам. Проходите с твоей помню. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что у вас так глаза закорились? Туркнула. Просто солнечный человек. Приятно смотреть на таких солнечных людей. Вышли бы замуж, уехали бы? Ой. Всегда надо в семь раз отмерять, один раз отрезать. Но вы так ведетесь на контакт, вот на этот. Почему вы не ставите между собой и мужчиной, какой бы он ни был, прекрасный, замечательный? Почему у вас нет такого взгляда, чуть отстраненного? Вам не 17 лет, вам уже 21. Просто человек готовился, готовил номер. А я не в этом. Вы не должны давать ему там пощечину или говорить, пошел вон. Но как-то хотя бы пытаться, ну не знаю, задать какой-то вопрос ему, посмотреть с другой стороны. Вот он, кстати, к вашей стрипне, по-другому никак, без обид. Вот он так надкусил и говорит, не, вот это не нравится. Вот почему он не сказал, не нравится, он поблагодарил. Он, да, ну он с вами, видно, показал. Вот о чем он говорил, почему он правильно выстраивает границы, а наши девчонки не могут. Они не знают, конечно. Я думаю, она очень маленькая. Маленькая? Да, маленькая она. Хороший парень, 28 лет, льсо, то он еще будет голову морочить многим девчонкам, потанцует, помутит разум. Не уверена, что он женится у нас здесь, не уверена. А я уверена, что не женится у нас здесь, потому что его натальная карта четко говорит, он очень привыкает к одному типу отношений, к одному стилю жизни. Для него очень важно будет, насколько девушку понравится маме, сами понимаете. Девушке одной с ним кровью будет проще это сделать, ну и сестра тоже с ним была здесь, как некое контролирующее средство, что ли. Он привык к одному типу отношений, к одной кухне. Ну, скажи, да или нет, выйдешь к ней или не выйдешь, если она зайдет? Нет, нет, нет. Нет, не понравилось? Элла, встречайте третьего жилья. Здравствуйте. Привет. Я Дима. Надеюсь, ты та, которую я ищу. Спасибо, проходите. Майкл Джексон. Майкл Джексон. Здравствуйте, Дима, с кем вы? Здравствуйте, я с моими друзьями Ольга и Юля. Если бы Федя и Петя, это были бы друзья, так подружки. Давайте на вас посмотрим. Дмитрий, 24 года. Композитор пишет песни в стиле хип-хоп и R&B. Посещает вечеринки, любит отдыхать за городом, мечтает приобрести недвижимость за границей. Предупреждает, что его часто не бывает дома по ночам. Возлюбленная Дмитрия ревновала его к работе. Устал от постоянного контроля и ушел. Надеется, что Элла – уверенная в себе девушка. Ой, как говорят в Бибере, он весь на очках, на часах. Ну, это работа. Конечно. Образ, стиль. Да, знаю. Теперь, наконец-то, я это могу сам добиться. Откуда вы приехали? Одесса. Мама Одессы. Из Одессы? Конечно. О, слышу, слышу. Что, дорого стоит? Прилично. Или где-то на малое, на лучшее прикупить? Ну, зачем, зачем, зачем же вы так? А чего такое? Что вот это все настоящее? Все настоящее. Что это я имею в виду? Можете потрогать. Я могу потрогать. Как вы настоящая. Счастье мое. Кем работал, когда познакомился со своей девушкой? Студент. Бедный студент. Где учился? Мечникова институт. На биолога. Ботаника. Ботаника. Вот так мамка ростила, ростила в Одессе на синеньких, чтобы стал ботаником, а он композитор. Все-таки с детства занимался. Хорошо, Дим. И вот вы с ней познакомились, пошли куда-то там с ней в ресторан. Да, мы с ней познакомились. Сначала переписывались в интернете. Вот, ее звали Катя. Она о себе ничего не рассказывала. А платил кто в ресторане? Платила она. Я не знал, что она из богатой семьи, она мажорка. Она одевалась просто. Мне нравилось с ней гулять по парку. Творческая личность. По парку проводит. Ботанический сад здесь покажет. Гербали разные. Дим, и вот она предложила вам сесть за руль богатой дорогой машины. Вы отказались или отвезли? Я отказался, конечно. Но она и напилась. Она начала себя уже не хорошо вести, не красиво. А вот что вас заставляло с ней вновь и вновь встречаться? Ну, поняли, что она такая... А вы знаете, тянуло. 18 лет. Меня, ну не знаю, вот так окружило. Сначала она мне нравилась, то, что она простая. Я влюбился. Мне нравились вот эти прогулки, то, чего я хотел. Я как раз на тот момент так музыкой и не увлекался. Я только азы делал. А потом, когда я узнал, что она весомый, так скажем, человек, да, не последние ее родители тоже, я уже понял, что как-то либо нужно выбирать. На сколько хватило вашей любви? Отношения? Месяц. Я более не выдержал. Она уехала в Киев, тем более потом, со своим бывшим, как раз напилась в тот день. Веселая девушка. У меня три часа ночи в Одессе, она в Киеве, уехала на сессию. Тут мне звонок. Лучше стало вам звонить, а тут сестренка возьмет руку. Да. А у меня коллоквиум, у меня экзамен. Она мне вынесла мозг. Сначала это, ты с кем? Я говорю, я сплю. Нет, я слышу там какие-то шорохи. Кто-то храбит. Ну, почти. Нет, я говорю, это я у тебя слышу какие-то шорохи. А они любили на форсаж, вот знаете, гонки. То есть соревнования. Она там со своим бывшим была. Она мне так и рассказала. Ну и, собственно, я уже не вытерпел. А так... А квартира-то есть? Зато сколько эмоций для творчества музыкального. В Москве нет, сейчас снимаю. Дома есть. А вы в Одессу поедете? Ну, вы знаете... Посмотреть одесский колорит я очень бы хотела. Не, у нас квартира там. Ну, я не собираюсь жить в Одессе, я здесь. То есть вы собираетесь сюда переехать? Конечно, конечно. Я уже переехал. Не рано жениться в 24? Ну, скажу, что все-таки рановато, да, в 24 жениться. Но мы завтра не идем в ЗАГС, правильно? Ну, нет, но девочки не хотят в течение года все-таки... Вот за год как раз. У меня сейчас уже имеется... Гастроли часто? Часто, очень часто. Как будете относиться к тому, что... А я ее с собой буду брать, если она с собой. Если только вместе. Вот. А как же ваша работа? Да. Сорбон. Это в вашей взрослой семейной жизни. Истерики, ревность, курение и выпивка. Все. Хорошо. А ревность, порог ревности где? Предел допустимого. Ну, вот, допустим, если у нее не получается со мной куда-то выбраться, да, ну, по каким-то обстоятельствам, а мне нужно все-таки уехать. И мне ставят условия. Либо ты со мной, либо ты... Нет, послушайте, есть работа, а есть просто уехать вот с близнецами куда-то, с подружками. По работе как бы. А почему как бы? Мы как раз с работой. Ой, да я сама корпоратива вела, зная, как это все происходит. Вы не знаете меня. Ну, и вас не знаю. Дима, он глубоко порядочный молодец. А вот такие вот красотки... А что вас связывает, Дмитрий? Вы же не мертвы, как вот Лариса говорит. Нас... Мы познакомились, в принципе, три года назад. Вот. И мы к нему относимся как к младшему брату. Я так. Он очень глубоко порядочный человек. И он настолько наурицный молодец. И в принципе, и мы таких же взглядов, как он. И поскольку мы тоже немножко творчеством занимаемся. И мы бывает просто вместе тексты пишем, собираемся. Вот. Или музыку. То есть нас связывает творчество. А что же вы такого красавца? А ваша профессия, девочки? Он для нас младший брат, потому что мы, во-первых, старше его. У нас профессия медицинская, вот. Но мы совмещаем. Подруги, он для них младший брат. Ну, значит, он сразу вызывает эмоции маленького мальчика. Да. У всех похожих. Я думаю... И он тоже будет младший брат для него. Вы ревнивая? Вообще, да. Я достаточно ревнивый человек. Но я очень редко это показываю. И я... Что, сами себя съедаете? Нет, я не съедаю совершенно. Я просто даю человеку право выбора. Мне совершенно не хочется. И я совершенно не люблю каких-то сцен ревности. То есть за свое бороться не будете? Нет, я всегда борюсь за свое. Никогда свое не отдам. Но если это мое, хочет куда-то уходить, я не буду этому препятствовать. Потому что, значит, не так уж и... А я в браке, можно иногда ставить условия и договариваться на то, это и брак. Это если в браке. Покажите сюрприз. Да, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Как тебе песня? Как музыканту. Нет, нет, нет. Он либо ревентативить, но поет он в лоб. На следующий день тебе я сказал, такую, как ты искал. Очень долго хочу, чтоб со мной была только ты. Люблю и я, если я тебе люблю, с тобой наедине хочу. Тебя я за руку держать, смотреть в твоих глазах. Люблю на расстоянии, пишу в смс признания. То есть в памяти я тебя люблю, как никого малыш. Люблю и я, если я тебе люблю, я тебе люблю, я тебе люблю, я тебе люблю. Спасибо, друзья мои, в комнату. Мы вас обсудим пока, Дмитрий, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну как ты? Второй ночи. Нормально. А Михаил Диляра? Ну, нам вроде понравился мальчик хороший. По крайней мере, знает, что он делает, что-то делает. У него есть какие-то планы на будущее. Мне кажется, он серьезный человек. Ну, достаточно для своих лет. Мне кажется, для Эллы можно рассматривать, по крайней мере. То есть вы будете мне советовать? А Михаил? Не знаю, посмотрим сейчас. Ну, я бы не сказал, что я вижу прям его рядом с Эллой, да, но, опять же, нужно сначала, как бы, да, чтобы человек визуально тебе нравился. А потом уже познавать его дальше, дальше, дальше. Если он тебя устраивает, ты остаешься с ним. Если нет, то до свидания. Там он показался серьезнее всех просто-напросто. Ну, то есть, как бы, что-то в нем есть. Ну, ты самый живой, понимаешь? То есть, если там только красивая картинка, все напускное, ты самый живой. У него абсолютно несерьезное дело. Вы же понимаете, что то, чем он занимается, он этим не заработает, он нигде не пробит. То есть, абсолютно банальная какая-то очевидность. А мне кажется, что заработает. Не заработает на музыке. А вас это потрясло как-то, удивило? Вы такого никогда не слышали, не видели? У нас ребята просто тоже все записывают музыку, занимаются, зарабатывают деньги. Конечно. Ну, и музыкант? Я не музыкант. Я просто менеджмент. То есть, вы считаете, что это вот может продаваться и кормить в будущем Элу ее детей? Конечно, очень неплохо. Да, может. Ну, во-первых, когда люди узнают, сколько это приносит, какой доход это приносит, это сразу почему-то становится очень серьезным. Да нет, а что, Дмитрий, нормально имеет право на свои, собственно говоря, песни пишет. Они не воруют, не убивают, слава тебе Господи. Я про другое. Я не очень понимаю, зачем вы ему нужны. Квартиры у вас нет, помогать вы не будете. Не с квартирой. Ну, с мамой чего? Квартира с мамой. А жили бы отдельно. Там хоть творчество можно было, но вот его там замеса. Вы не для него не... Поэтому я даже и не рассматривала бы. Бесперспективная тема. Я таланта особого не увидела здесь, поэтому мне хочется сказать и те, Димка, в биологи. На что учился, там и пригодишься. Поэтому и тогда уже будет серьезный разговор, женится-не-женится. А Гусеевой не угодишь. Ей тот холеный, тот соленый. Мужчина знака Дева умеет быть убедительным. Я считаю, что он произвел такое впечатление серьезности на ваших друзей, потому что он достаточно складно излагал свою историю. Он именно производил впечатление уверенного в себе человека. Ну, конечно, будущее его темно. Я даже астрологически могу сказать, что это человек, у которого гигантское количество вариантов, но такие непростые, такие тернистые пути в жизни, что про его однозначный успех говорить пока еще очень рано. Я попыталась его даже физически, как человек, представить тебе лет через 25-30, я не смогла. Поколение бездельников. Никто не хочет работать, никто не хочет заниматься делом. Потому что телевизор и шоу-бизнес заморочил всем голове. И, кажется, приехал в Москву, вот влезть сюда, понимаешь, и дальше благоденствие. Нет, так не будет, везде нужен труд. Ну, если бы они знают, то дело несерьезное, но, извините, ты к нему серьезно относишься к этому делу. Вот в чем суть. Очень скоро мы увидим, какой выбор сделает наша невеста, не пропустите. Диляра и Михаил, вы люди взрослые. Учитывая то, что ваша подруга совершенно не ориентируется в жизни, абсолютно не разбирается в мужчинах, вы должны дать точно ей совет, кому идти. Подумайте. Я советую последнего молодого человека Дмитрия. Очень приятно. Вы, Михаил? Ну, наверное, пусть будет первый. Евгений, да, по-моему, его зовут? Тебе девушка-то понравилась? Да, креативная девушка. Хотелось бы узнать по общению, какая она. Что вы скажете? Все три претендента мне приятны, но я уже сделала свой выбор. Тренер по фитнесу 21 года. Вы ему не нужны. Но сделает он пару по вокруг вас. А дальше что, к маме приведете? Мама сразу. Эль Сота, я против не национальных, а международных браков. Слишком много знаю про эти истории. Дмитрий, вы ему ничем не можете помочь. То же самое, к маме не приведете, а так будете мыкаться. Для чего? Ему еще рано. Я сегодня вам не советую никого. И вас не советую никому. Вы не понимаете, нужен вам брак или нет, для чего он вам нужен. Вам нужен мужчина, чтобы уйти из дома, уйти из-под маминой опеки, а замуж вам. Немножечко подсоберитесь, придете через какое-то время к нам опять. Я буду рада вас видеть. Роза. Да, Элочка, к сожалению, вы не можете ответить себе на самый важный вопрос, который вам должен помочь создать гармоничную, счастливую семью. Зачем? Зачем нужен мужчина и как он должен вас осчастливить? Ну, соответственно, что вы еще не способны ни одного мужчину осчастливить, это уж точно. Ну, действительно, не идут же, она же не пойдет завтра в ЗАГС. Она хочет найти человека, с кем она будет строить отношения, начнет строить. Ну, все верно. Да и я не собираюсь завтра в ЗАГС. Ну, да. Сегодня всем героям и молодым людям и вам действительно рано еще вступать в законный брак. Но если уж всем рано, то я считаю, что все в равном положении. И хотя идеала я здесь не вижу, я считаю, что вы могли бы выбрать Дмитрия и пообщаться с ним, потому что вы оба находитесь в одной и той же стадии неопределенности по поводу жизни. Поэтому сегодня для дружбы, для того, чтобы посмотреть на мир с открытыми глазами, нужно выбрать Диму. Сами решайте, к кому идти. Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте СМС их номером по телефону 4151. Лаура, 23 года, номер 2884. Учится на менеджера по туризму. Работает администратором автосалона, моделью и визажистом. Занимается вокалом, декором и психологией. Мечтает обрести женское счастье рядом с заботливым мужчиной от 25 до 45 лет. Наталья, 23 года, номер 2885. Менеджер по работе с клиентами в банке. Любит готовить и гулять с собакой в парке. Познакомится с самодостаточным и жизнерадостным брюнетом крепкого телосложения, который ведет активный образ жизни. Нашей программе уже почти 5 лет. И совсем скоро, в юбилейном выпуске «Давай поженимся» вы узнаете, как сложилась жизнь наших героев после их участия в проекте. Мы не знаем, выйдет Элла одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее. Очень рад, что ты сделал, на самом деле, правильный выбор. И я хочу узнать тебя. Я надеюсь, что он будет правильным. Надеюсь, что он правильный. Я тоже надеюсь. У нас есть пара Эллы и Евгений. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именем героя на номер 4151. Я Ларису Кузнееву желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Я хочу купить себе яхту, чтобы не платить... Когда купите? Это как новые русские в 90-е годы. Жили все в коммуналке, в Повалково, но зато ездили на джипах. Была эпоха, 19-й век, люди жили совсем другой жизнью. Я люблю избавляться от всего старого. Вы просто не видели антиквариата никогда, я подозреваю. Как круто, ну надо же, она вот вся в бриллиантках, какая клевая. Дура, хочу и буду дура.